В питомнике Сунгурского участкового лесничества выращивают 20 тысяч сеянцев с закрытой корневой системой. Причем посадочный материал высадили так впервые. Все из-за изменений в правила лесовосстановления, которые приняли в этом году. Согласно им, не менее 20% всей площади искусственного восстановления должно быть высажено сеянцами с закрытой корневой системой. Выращивают будущие деревья в специальных контейнерах, куда засыпают торф и питательные смеси. В данном случае у нас сеянцы выращиваются не в грунте, а в контейнере с грунтом. Это обеспечит в последующем при его росте формирование корневой системы более обладающим большим преимуществом, чем сеянец с открытой корневой системой, что в последующем дает большую переживаемость для лесной культуры. Сажают в основном сосны. Дерево неприхотливо к погодным условиям и почве. В меньших масштабах сажают ели. Лиственное восстановление происходит естественным путем. Всего в этом году в регионе высадили 1500 гектаров новых лесов. И это, как отмечают в Минприроды, 132% от плана. А план в этом году 97%. И в настоящий момент площадь лесовосстановления у нас составляет в текущем году на вырубках и погибших лесных насаждений порядка 1533 гектара. Но это не окончательная цифра. В осенний период мы также будем проводить работы по созданию лесных культур с учетом требований новых правил лесовосстановления. Сенцы закрытой корневой системы выращивают в Новоспасском, Николаевском и Павловском районах. И, как отмечают лесники, уже видна неплохая приживаемость растений. Конечный результат увидим только через пять лет после того, как саженец пересадят. Дальше для деревьев начнется взрослая жизнь в лесу. Сохранение и восстановление лесов в России – одна из составляющих программ национального проекта «Экология». Анна Тищенко, Управда ТВ.